Утро полицейского кинолога Елены Селютиной начинается с выгула в вольере своего четвероногого напарника Таха и его кормления. Если все спокойно и вызовов нет, они отправляются на прогулку в лес, а затем тренируются на площадке по профилю. Таха специализируется на розыске следов человека. За свою 12-летнюю профессиональную деятельность, говорит Елена, было много интересных случаев, но один, правда, произошедший с ее коллегой, она запомнила надолго. Вступило сообщение о том, что на территории частного дома появился гроб. Хозяин говорит, я слышу тиканье, что-то тикает. Приехал кинолог, оценив обстановку, применил собаку. Собака обнюхала, заинтересованности в данном объекте не было, соответственно, она не обозначила посадкой, что там есть, находится какое-то искомое вещество целевое. По приезду саперов вскрыли, там было семь будильников. И каждый заведен был на определенное время. Скорее всего, это был намек бизнесмену. Недавно Елена узнала, что в аэропорту Нижнего Новгорода на обнаружении запрещенных веществ работают корги. И тоже загорелась идея взять себе такого нетипичного для службы в полиции напарника. Всего же в кинологической службе Ленинского городского округа трудится четыре сотрудника, а также шесть собак. Спаниель, Лабрадор и четыре немецкие овчарки. У Софии Бердиной две собаки. Девочка Грета только учится, а мальчик Нейджел специализируется по взрывчатым веществам. Они больше как напарники. С ними проще договориться, найти общий язык. Всегда поддерживают, защищают, охраняют. Ну и, соответственно, к ним порой относишься, как к детям. Щенков для службы в рядах полиции выбирают примерно в возрасте двух-трех месяцев. А вот полноценное обучение начинается с года. Сначала познакомиться надо с ним, найти контакт общий. Кормление, уход, прогулку, выгулку. А потом уже обучение начинается потихонечку. В дальнейшем это новое. Надо будет объяснять, показывать, например, других, возможно, собачек. У каждой из собак здесь свой профиль. Кто-то специализируется на розыске человека, кто-то на поиске и обнаружении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. А другие четвероногие полицейские умеют по запаху искать наркотики и психотропные вещества. Также братья наши меньшие используются в караульной и конвойной службе для охраны важных государственных и войсковых объектов, общественного порядка в российских населенных пунктах и выполнения других служебных боевых задач. 21 июня кинологи отметят свой профессиональный праздник и, конечно же, проведут его в компании своих верных боевых друзей. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно.ТВ.